Тестируем горелку Esbit, работающую на сухом горючем. Начальная температура воды из-под крана, пропущенная холодная вода, плюс шесть градусов. Так, разожгли, поставили, 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 значит, на горелку и закрыли крышечкой. Так, время пошло. Видно время? Ага, видно. Примерное время горения одной таблетки, как указано на упаковке, составляет 11-14 минут. Большая таблетка. Ощущается характерный запах сухого горючего. Языки пламени частично выходят через вот эти верхние отверстия горелки. Налито 400 миллилитров воды. Прошло почти 9 минут. Таблетка уже догорает и появился какой-то звук нагревающейся воды. Однако таблетка уже на исходе. Несмотря на то, что пламя уже уменьшается, звук нагревающейся воды возрастает. 12 минут прошло. Таблетка уже на исходе. Пламя уменьшается. Но кипения нет. Хотя что-то шумит. Крышку я не открываю. Ничего, пожалуйста, могу открыть, конечно. Да, вода горячая, но она не кипит. На улице это пламя уже будет задуто ветром. Налил снова 400 миллилитров холодной воды. Температура 6 градусов по Цельсию 6,1. Попробуем немножко изменить условия варенья. Поставили горелку в такой кожух. Это кожух из простой фольги кулинарной. Плотной фольги. Свернутой, по-моему, там 4 раза или 3 раза. Такое кольцо. Время пошло. Я где-то на минуту опоздал, задержал включение таймера. Прошло 8 минут. Вода зашумела. Кипения пока нет, но появился пар. Крышка взрывается из-под кружки. Возможно, это кипение. Так, а что с таблеткой? Плохо видно, но она, кажется, на сколе опять. Время из-под кипания воды действует. В идеальных условиях на кухне. С использованием этого импровизированного крана. После этого сухого горючего остается толстая жирная копоть на дне чаши. Которая еще и пачкается. Вот она скискачка вот эту мелкую поверхность. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok